Это проект Ставка. Я подмолковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. На Кубинском направлении российские войска улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение в СУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны и Свердловка. Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка отражены 5 атак в СУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих и 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М-37, самоходная артиллерийская установка Краб, орудие М-100Б, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, а также боевая машина РСЗО «Град». На Донецком направлении наши военные, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новая и Курдюмовка. Кроме того, отражены 2 контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка. В СУ потеряли до 300 военнослужащих, 2 танка, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены гаубица М-198, 2 орудия Д-20, гаубица М-100Б, 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». На Авдеевском направлении наши военные в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка, Перво и Торецк. Также отражены 3 атаки подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также 10 контратак в районах населенных пунктов Тоненька, Первомайска и Орловка. Противник потерял до 500 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе БМП Брэдли и бронетранспортер М-113, а также 4 автомобиля и гаубицу Д-30. На южно-донецком направлении российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное и Малиновка. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица М-100Б, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Штормер. На Херсонском направлении наши военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка и Малая Токмачка. В районе населенного пункта Работино отражена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, 3 автомобиля. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки и БУК в районе населенного пункта Воздвиженка. Также уничтожен пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новокалинова и живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 4 реактивных снаряда «Хаммерс». Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. На Луганском направлении наши военные продолжают продвигаться у Ямполовки и к Тернам. Не исключается скорое начало боев за эти населенные пункты. В Табаевке и Синьковке идут ожесточенные столкновения. Под ударами украинские позиции в Белогоровке, Торском, Невском, Берестовом и Песчаном. На Артемовском направлении российская армия при поддержке артиллерии продолжает штурмовые действия в районе Клещеевки, Богдановки и Ивановского. В первых двух случаях линия боевого соприкосновения существенно не изменилась. А вот в Ивановском нашим бойцам удалось продвинуться внутри поселка. На Авдеевском направлении продолжается сражение у Бердычей, Орловки, поселка Воросвет и Тоненькая. Наши войска постепенно продвигаются вперед, засыпая противниками фабами. Враг активно перебрасывает силы к линии Бердычи, Орловка, Тоненькая, где украинское командование пытается обустроить оборонительные позиции. На Донецком направлении российские войска продвинулись на южной окраине Красногоровки и закрепились на улице Школьная. На данный момент бои разворачиваются на улице 8 марта. К востоку от города наши подразделения заняли лесополосу около железной дороги и вышли на улицу Ватутина. Также российские подразделения установили контроль над дорогами со стороны улицы Геологической и через поле к югу от железнодорожного полотна. Кроме того, наши бойцы закрепляются вдоль трассы О-05-32. Помимо этого, российские подразделения в результате штурмовых действий достигли улицы Молодежной в центральной части села. На южнодонецком направлении российские войска продолжают штурм Новомихайловки с двух направлений, а также закрепляются на взятых позициях в населенном пункте. Наступая с востока, наши бойцы заняли еще 7 домов на улице Мира, выйдя к 13 улице. Идущие с юга военнослужащие тоже достигли успехов, повторно взяв территорию молочно-товарной фермы. Под контролем нашей армии также остается храм Чуда Михаила Архангела, хотя местность вокруг него простреливается. Обстановка для ВСУ в населенном пункте продолжает ухудшаться, однако отступать из Новомихайловки они пока не планируют. Противник пытается зацепиться за каждый дом, а также использует ФПВ-дроны для атак путей подвоза подразделений российских войск. На Запорожском направлении украинские формирования перебросили подкрепление и активно атакуют. Противник предпринял наступательные действия в районе Работинской школы. Российские военнослужащие отразили этот накат и удержали позицию. На западной окраине села в течение суток шли боестолкновения. Продолжаются и попытки штурма опорных пунктов противника в лесопосадках на рубеже Новопрокоповка-Вербовая. В последние дни натиск противника на Работина и его окрестностях продолжают расти. Украинские формирования вводят в бой переброшенные на участок подразделения, которые доукомплектовывают в Орехове и других населенных пунктов. В ближайшие дни ВСУ с высокой вероятностью усилят атаки на Работина с целью заставить наши войска отойти, занятых в конце февраля рубежей. На Херсонском направлении идет методичное уничтожение групп противника у Антоновского моста на дачах. В Крынках также продолжаются бои. В ночь на 5 марта вооруженные силы России нанесли множественные удары по объектам как в тыловых районах контроля киевского режима, так и в прифронтовой зоне. Наибольшее число прилетов зафиксировано в Одесской области. Наши бойцы уничтожили базу отдыха, использовавшиеся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. В результате удара ликвидировано не менее 13 военнослужащих противника. Российские дроны также нанесли поражение портовой инфраструктуре, которая используется противником для перевалки военных грузов. Несколько дронов типа Герань атаковали цели в районе села Дачное. Также удар зафиксирован в поселке Черноморское. По поступающим сведениям уничтожены ангары, где хранились морские дроны ВСУ. Несколько взрывов прогремели на территории Одесского аэродрома. Сообщается об уничтожении пусковой установки комплекса противовоздушной обороны противника. Наши войска продолжили наносить огневое поражение противнику в оккупированном ВСУ Покровском районе ДНР. Зафиксированы удары по пунктам дислокации личного состава. Несколько взрывов прогремели также на севере Харьковской области. В сети появились кадры производства дронов Камикадзе типа Герань на одном из российских предприятий. Судя по количеству собираемых беспилотников, производство давно уже стало масштабным. Кадры со сборочных цехов российских Гераней опубликовал в своем телеграм-канале Владимир Соловьев. Судя по кадрам, производство дронов исчисляется десятками в сутки. Как сообщают российские ресурсы, сегодня Россия не только полностью собирает дроны Герань из собственных комплектующих, но и модернизирует данные беспилотники. Также сообщается о новых разработках на основе Гераней. В среду синоптическая ситуация в зоне СВО обусловится противостоянием черноморского циклона и скандинавского антициклона. Ожидается облачность 7-10 баллов в верхней средней, слоисто-кучевой высотой 500-800 метров. Без осадков, видимость более 10 километров. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 4,9, ночью минус 2, плюс 3. Захват цели лазерной головкой самонаведения и процесс наведения на цель управляемых снарядов Краснополь, корректируемых снарядов сантиметр и минсмельчак в ожидаемых условиях облачности с нижней кромкой не менее 600 метров и хорошей видимости благоприятны. Применение корректируемой активной реактивной минусмельчак рекомендуется, так как скорость ветра в районе цели прогнозируется менее 7 метров в секунду. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.